Валерий Седов Валерий Седов Валерий Седов Валерий Седов Почему высота 124 метра? Потому что у нас самая длина Георгиевской ленточки 100 метров. В честь чего? В честь столетия легендарного рязанского десантного училища. Валерий Седов Мягкие красно-желтые краски солнца подсвечивают это все. Получается просто фантастическая картина, которую словами описать невозможно. А вы видели, как планета Земля акварелью талой воды рисуют весенние картины? Лев Борисович с высоты полета видел Землю такой прекрасной. Редкий дар, ведь красота в глазах смотрящего. Первый фестиваль провели в 1990 году. У нас есть выписка из книга рекордов, что мы были первые в нашей стране. Провели наш фестиваль. И дружба с отрядом космонавтов началась именно с этого фестиваля. И дружба большая с воздухом, с Пятым океаном. Он нас любит, мы его любим. Но мы знаем, что данный океан ошибок не прощает. Заразить любовью к небу ему удалось многих. В Рязань три десятилетия подряд ежегодно съезжаются пилоты, чтобы участвовать в созданном им легендарном фестивале «Небо России». Не просто полетать для души, а именно в спорте, как мы говорим, побиться. Вот побиться там за метры, за секунды. Еще то, что за удачу. Вот удача – это вещь такая. Если ты слабейший и ничего не умеешь делать, то удачи сидеть не будет. С легкой подачи влюбленного в жизнь и в небо человека с каждым годом поклонников воздухоплавания все больше и больше. А утренние полеты с утренним Окским туманом – это какая-то сказка. А Рязанский Кремль. За один только Рязанский Кремль и за один полет от стен Кремля. Потому что, ну, сами понимаете, приехаете в город, где тысячелетняя история, все желают. Стоит сюда приезжать перед чемпионатом Европы, мира, в Рязани нормальным, побежать, да, немножко потренироваться в здоровых, в Рязанских условиях, но в красивейших местах. Воспоминания о полетах он бережно и щепетильно сохранил. Фотоархивы с фестивалей существуют во многом благодаря его особому отношению к памяти. Мгновения неуловимы, и каждая из них неповторима. Вечерний полет 14-го года, когда его величество «Ветер» над Окоей нас собрал пилотов в трех поколениях одной семьи. Я, дед, внук Вова Ермаков и любимая невестка Марина Маврина. Это было что-то. Вот так вот бок о бок мы плыли по Океей над Окоей минут где-то, наверное, 25-30, пока не стали заходить на посадку на летное поле. А дальше там написано «Голубая мечта» дождаться пилотов в четвертом поколении. Мы единственная семья в нашей стране, а может быть и в мире, который имеет пилотов в трех поколениях. Искрометное чувство юмора и харизма, бодрость духа и не только, ведь это он поставил на горные лыжи сына и внука. Оба ныне не только пилоты, но и инструкторы. Каждый год в Красной Поляне можно было встретить лыжника с идеальной техникой и очень высокой скоростью – Льва Маврина. А теперь он ушел в небо, с которым всю жизнь был неразделим. Мы большие, наш летательный аппарат высотой 24 метра. То есть он так хорошо виден, он так хорошо читается, что на следующий год можно будет подойти близко-близко, пообщаться, обняться и поцеловать любимого пилота. А эта новость будет интересна всем любителям меда. Управление Россельхознадзора выявило сразу 19 фактов оформления сопроводительных документов на лакомство без указания ссылок на сырье. А это грубейшее нарушение. То есть выяснить, откуда мед, не представляется возможным. И в этом случае на этикетке товара должно быть написано не мед, а сбор на пасеке. Каким он должен быть на самом деле в нашем следующем сюжете. 19 предостережений выдал региональный Россельхознадзор по поводу качества меда. Такие неприятные письма получили ветеринарные станции, которые и допустили нарушения. Управлением в ходе анализа ГИС «Меркурий» были выявлены факты оформления ветеринарными врачами сопроводительных документов на мед без указания соответствующих ссылок на соответствующее сырье. То есть таким образом невозможно было судить о достоверности оформленных транзакций. То есть о реальном количестве, качестве, безопасности происхождения сырья при производстве данной пищевой продукции. Штраф оплачивать не придется. Это все же предостережение. Задача здесь разъяснить допущенные ошибки. А выявили такие нарушения благодаря Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Она и служит электронной сертификацией грузов, за которыми установлен госконтроль. То есть раньше производитель мог оформить сертификат только на молоко, а вот на масло, которое сделано из него, нет. Теперь же фиксируется весь путь. И конечный потребитель может увидеть всю необходимую информацию в сопроводительных документах. За консультациями мы обратились к профессионалам. В нашем магазине представлено 15 видов меда. 8 из них – это нашего местного производителя. Самый основной – это лесной, липа и кричишный. На каждый вид меда у нас есть сопроводительный документ, который отвечает за качество нашей продукции. Документ на каждый вид меда – это не щепетильность, а норма, которая должна быть у каждого продавца. Сопроводительная документация – это главный параметр определения качества продукции. В данном случае – меда, но не единственная. Есть основные критерии при выборе меда. То есть, если вы хотите выбрать мед, в первую очередь, это запах. Запах у нас всегда пахнет луговыми травами. Вообще, имеется хороший запах, да, запах трав. Если же имеется какой-то специфический, резкий, какие-то химические запахи, то, скорее всего, данной продукции лучше отказаться. Другой важный фактор – вязкость. Мед при вытекании должен образовывать горку. Плохой – растекается лужей. Еще нужно обратить внимание на вес. Хороший густой мед будет тяжелее. Управление Россельхознадзора напоминает, что если речь идет о меде, собранном на пасеке, то продукция в информационной системе должна указываться не как мед, а как сбор на пасеке. То есть, непереработанная продукция пчеловодства. Сбор на пасеке будет обозначать, что сырье реально не использовано. Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». Губернатор Рязанской области Павел Малков продолжает формировать новый состав регионального правительства. Он уже точно определился со своими замами. А вот в кабинете министров должности утверждены только наполовину. Новое правительство Рязанской области почти сформировано. И если с зампредами Павел Малков уже точно определился, то в кабинете министров пока что половина с приставкой «ИО». Если кто-то ждал полного обновления состава, то его точно уже не будет. Хотя новых лиц стало, конечно, больше. Основной функционал у Артема Бранова. Он координирует деятельность финансового, строительного, транспортного блоков, а также ТЭК и ЖКХ. Ему также поставлена задача ускорить возведение жилья и объектов инфраструктуры. Ну и, конечно, обновить транспорт. Мы на этой неделе уже планировали провести совещание с Минтрансом, посмотреть все заявки на следующий год, все объекты, которые надо отремонтировать по вашим поручениям. Поэтому все это сведем, а на следующей неделе готовы будем провести уже совещание с вами и доложить. За Анной Росляковой остаются вопросы местного самоуправления, взаимодействия с федеральными коллегами, информационной политики, предупреждения ликвидации ЧАЭС. Также теперь под ее руководство переходит Министерство природопользования. Юлия Швакова будет курировать экономические и имущественные вопросы, промышленную и тарифную политику. Один из важных вопросов создания системы оценки эффективности всех министерств и ведомств. У Артема Никитина функционал останется практически тот же. В каждом моем назначении сейчас пытаются найти либо саратовские, либо ростатовские корни. И что интересно, как правило, еще и находят. Для меня это тоже часто бывает откровением. То есть ты человека где-то нашел, пригласил, и он опять оказывается где-то когда-нибудь в Саратове был. Из тех, кого я назначаю сейчас, единственный человек, с которым я в свое время работал в Саратовской области, напрямую был знаком, общался, это Швакова Юлия Александровна. Все остальные люди, они появлялись где-то уже потом и отбирались исключительно по профессиональным качествам. Для меня нет саратовских, ростатовских, еще каких-то. Для меня есть только профессионалы. Из 15 министерских должностей, 8 сегодня с приставкой ИО. Сам губернатор объясняет это согласованием кандидатур с федеральными ведомствами. Впрочем, конкурс на самые ключевые должности еще продолжается. В строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и дорогам, по словам Павла Малкова, подбор будут вести особенно тщательно. Виталий Гагунский, более известный как Кузи из сериала «Универ», между тем еще и поет и исполняет драматические произведения. В Рязани он прочитал «Метель» Александра Сергеевича Пушкина под аккомпанемент Рязанского оркестра народных инструментов. Легендарному коллективу, кстати, в этом году исполнится 45. Мелодия знакома каждому, даже тем, кто далек от литературы и классической музыки. Незабвенная музыкальная иллюстрация русского композитора Георгия Свиридова к повести великого Александра Пушкина «Метель». Когда же музыка соединяется с голосом профессионального чтеца, происходит волшебство. Я хочу поблагодарить Александра Ивановича, представить маэстро Лаврухина. Это уникальный опыт, потому что, я вам скажу, такое наследие, настоящее наследие русской культуры сейчас в нем в многих местах сохранилось. То есть вот непосредственно в Рязани и непосредственно Александр Иванович носитель того культурного кода, вы еще поймете потом, о чем я говорю. Сегодня уже многие говорят о том, что нужно воскрешать нашу культуру. И это не пустые слова. Мы видим, к чему приводит в обществе, скажем так, потеря культуры, исторических фактов. И вот я думаю, что Александр Иванович меня в этом поддерживает. Исполнять классику, великую классику, ответственность даже для профи. Дух эпохи, мистика, присущая автору ирония – все это на сцене случилось. Дай бог освоить «Метель» Пушкина так, как это должно быть. Потому что чем гениальные произведения хороши, что в них нет предела. Это можно развиваться и расти бесконечно. Ну, я скажу лично, вы знаете, я отучился, окончил мастерскую Баталова в ГИК. И оказалось, что мой мастер, я об этом не знал, но он тоже читал «Метель». Я послушал еще накануне своего мастера Баталова, и у нас совпало, то есть, это здорово. Значит, какая-то есть связь, какая-то есть наследственность, какая-то есть преемственность. Это очень важно. И посмотрите, у всех счастливые глаза. Репетиция Виталия Гагунского с рязанским оркестром состоялась в день выступления. Артист уже читал «Метель» с оркестром в Твери в начале года. Для оркестрантов музыка тоже хорошо знакома. «Метель» иллюстрации Сверидова, знаете, с какого года, в 200-летии Пушкина когда было, мы выучили это иллюстрации. И у нас уже в нескольких вариантах. И вот это, наверное, четвертый вариант этой «Метели». Но, надо признаться, пожалуй, лично нашему коллективу больше всех импонирует этот вариант. Оркестр с колоссальным опытом. В этом году ему 45. Все эти 45 лет бессменный художественный руководитель Александр Иванович. Такой опыт с чтением произведения оценили обе стороны – и артисты, и музыканты. А вот полноценный юбилейный концерт оркестра состоится в ноябре. У нас есть примерно 11 тематических программ, которые именно посвятены определенной теме. Ну, допустим, музыка-кино. Или популярная классическая музыка. Или, я помню, с вальса «Звук прелестный». Это вот я вам три темы назвал. Из каждой темы мы будем выбирать какие-то самые, наверное, интересные номера для нас, но, наверное, и для слушателей. И показывать, будет наш типо отчета. Конечно, можно слушать великие произведения в записи или включить аудиокнигу. Но сравнится ли запись с живым звуком и той энергией, что идет со сцены? Уже более часа был он в дороге. Шатрино должно было быть неналеко. Но он ехал-ехал, а поле не было конца. Все сугробы до враги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их поднимал. Время шло, Владимир начинал сильно беспокоиться. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин